Добрый вечер на телеканале ЖТСУ, программа «Диалог», ее ведущая Гульнас Мустафа. У нас сегодня в гостях руководитель программы развития образования при Университете Центральной Азии, профессор доктор Бернадет Дин. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады приветствуем вас в студии телеканала ЖТСУ и хотим задать несколько вопросов, на которых, надеемся, получим хорошие содержательные ответы. Спасибо. Когда мы говорим о развитии образования, мы всегда думаем об образовании Казахстана. Сегодня, последние несколько лет, Казахстан стал большой экспериментальной площадкой именно по развитию образования. Столько много экспериментов проводится в школах, столько работ ведутся. Но нам важно мнение ваше. Мы слышали, что вы проводили исследовательские работы и хочется узнать, какую оценку дадите нашему образованию. Я думаю, что Казахстан имеет очень амбициозную агенду для обучения. В вашей стране президент требует... У него отношения очень амбициозные. Очень много, как вы сказали, экспериментальных площадок, очень много проектов. Очень много всего делается для того, чтобы Казахстан вошел в лучшую десятку стран по экономике к 30-му году. И на сегодняшний день слишком много требований от учителя, слишком много требований для учащегося за короткий срок. И на сегодняшний день учителя занимаются тем, что спешат за короткий срок достичь очень больших амбиций, очень больших целей. На сегодняшний день то, что положительно, то, что хорошо, что ваша страна требует, работает над трехязычьим. Надо подчеркнуть, что это очень хорошее начало, но боюсь, что на сегодняшний день кадры еще не готовы. На сегодняшний день, наверное, вначале нужно улучшить преподавание этих предметов именно на языке, достичь определенного уровня на родном языке, а потом постепенно развивать. Надо понимать, что, чтобы преподавать язык, предмет на английском языке, учитель должен вначале обучить язык, который требует больше времени, чем один год. Очень интересную мысль вы нам говорите. Скажите, что еще не хватает для наших учителей и вообще в сфере образования, чего недостаточно? Казахстан проводит очень много тестирования как в стране, так и за рубежом. ПИЗА, ТИМС, ИНТ, ВОУТ и много разного вида тестирования. Результаты тестирования показывают, что в Казахстане преподавание нацелено на одаренных детей. В то время как результаты ПИЗА показывают, что пока мы не поднимем тех детей, над которыми нужно работать, мы не достигнем того уровня, который требуется для успешной сдачи ПИЗА. Здесь очень важно обратить внимание, в грамотности требуется, большое внимание уделяется чтению, которое требует применения знаний в будущем, теорического знания, чтобы применялось это в будущем, в реальной жизни. Проблема сегодняшнего дня, что в классах от учеников требуют простые упражнения, как прочитал текст, ответил на вопросы, или же заполнил пробелы, которые не требуют высокого уровня мышления, которые ничему не учат. Для того, чтобы быть успешным в чтении текста, нам нужно проводить упражнения, которые требуют более высокого уровня мышления, как «найди информацию, выуди информацию по тексту, задай тексты высокого мышления, а заглавь текст, который требует именно критического мышления ребенка». Такие задания очень редко проводятся или не проводятся. В области естественных наук и математики на сегодняшний день я могу сказать, что не важно то теорическое знание, сколько важно знать, как получить информацию, на какую кнопку нажать, чтобы получить именно ту информацию, которую я мог бы использовать в жизни, то есть развить свою функциональную грамотность. Именно обучение должно направлено именно в этом формате, не исключая будь то это Дарын, будь то это школа для одаренных детей или же обычная школа. То есть все обучение должно быть направлено на то, чтобы дети обучались сами. И вот здесь хочется задать вопрос, чем вы сможете помочь вот этой своей программой нашему образованию, нашим детям? Наша цель научить учителей правильно ставить приоритеты. То есть здесь мы говорим о том, чтобы на каждый урок учитель должен прийти с планом, что я ожидаю от этого урока на сегодняшний урок, что мои дети должны, чему должны научиться, чтобы мы сфокусированы на трех вещах. Научить детей, научить учителей делать фокус на ожидаемых результатах, которые в конце урока должны научиться которым дети. Именно улучшить знания детей именно в той области, которую они находят нужным. Мы их учим проводить совместное обучение, где каждый ребенок способствует тому, чтобы принести вклад в группу, чтобы достичь желаемого результата. Следующее, что мы предлагаем, это проектная работа или проблемно ориентированное обучение, где через STEM-предметы учителя могут направить детей работать с проблемами, которые есть в реальной жизни. Здесь оно именно чем хорошо, что изучая все это, исследуя окружение свое, делая выводы, ученики учатся учить кого-то, учатся решать проблемы. И по готовому дизайну, который планирует учитель, они делают продукт для того, чтобы решить проблему, конечный продукт. И самое главное место в нашей работе занимает формативное оценивание, где учитель должен увидеть именно то, что слабинку, в чем слабость ученика, и дальше проводить с ним работу, чтобы сделать именно улучшить работу именно в этой области. И вот очень интересная программа, конечно. И нам хочется узнать, вот есть же пилотные школы, где внедряется эта программа? Первые результаты имеются? Мы начали видеть результат в некоторых школах. Например, учитель одной школы, работая над этим проектом, учащийся изобрели ящики. То есть они начали делить мусор на три части, потом отправляют их на завод по переработке, и на этой почве они зарабатывают деньги, которые используют для своих школьных нужд. Она заняла три первых места по Дарын, по Олимпиадам Дарын. Здесь хочется подчеркнуть, именно это очень зависит от самого учителя, который хочет достичь результата, хочет чему-то научиться. И также очень важное место занимает здесь участие администрации школы, особенно заучи, которые занимаются именно методической частью, чтобы направить учителей в то русло и работать для улучшения. Очень большая помощь, когда они этого сами хотят, хотят научиться, сделать преподавание лучше. Также вещь, над которой можно было бы призадуматься, это то, что школы для одаренных детей. Здесь в одном классе обучаются 12 учеников, в то время как в обычных школах классы переполнены 25-30 учащихся. В то время как по мировому стандарту мы видим, что если дети одаренные, пусть их будет 25-30, потому что они одаренные. А вот с учениками, которые требуют больше внимания, работать в меньших группах. И если это учитель со стажем, учитель с глубокими знаниями, с опытом, пусть он работает в больших группах с одаренными детьми. А если это новый учитель, менее подготовленный, мало опыта имеет, пусть он работает с обычными детьми в малых группах. Я так думаю, что это принесло бы больше пользы. Это мое видение. Наша программа развития образования при Университете Центральной Азии работает с 20 школами Алматинской области, где мы через STEM-предметы, информатику, английский, развиваем в детях такие компетенции, как осведомленность в культуре, так как в Казахстане живет более 100 этнических групп. Рациональность характера, потому что сегодняшний рынок требует от учащегося гибкости, настойчивости, ответственности и качества лидера. Также мы работаем над такими компетенциями, как рациональное использование информационных технологий, потому что проблема сейчас в том, что дети очень привязаны к гаджету, и мы хотим, чтобы дети использовали все эти гаджеты только в целях получения информации по обучению. И мы также готовим учащихся для командной работы, совместного обучения. Это коллаборативная группа называется, которая требует именно способности жить в социуме, жить в командном духе, принимать решения в команде. И эту программу собираются внедрить у нас. Сказали, 20 школ. Алматинская область принимают как пилотные проекты. Что будем конкретно делать? Так как мы говорим об образовании, естественно, здесь ключевое место занимают учители. Наша цель через подготовку учителей воздействовать на результаты обучения учащихся. Что мы делаем? Мы проводим встречи лицом к лицу, семинары, практикумы. Также мы занимаемся с ними в школах, где проводим командную работу. Это называется team teaching. Даем мастер-классы, даем открытые уроки, работаем непосредственно с учителями по их нужде. Именно где требуется, в какой области требуется наше вмешательство. Мы работаем над этими вещами. И также мы проводим онлайн обучение этих. Наша цель – работать над тем, чтобы учителя ясно видели цель урока, то есть ожидаемые результаты от этого урока. И чтобы все действия учителя, все упражнения, все действия были направлены на то, чтобы достичь этого результата. И также через оценивание найти направление следующего урока. То есть работать над тем, что нужно улучшить. В этом направлении мы также работаем с директорами школ, где проводим также программу профессионального развития для директоров школ. Форумы проводим. Наряду с этим мы также работаем с университетами, педагогическими университетами, для того, чтобы уже с университета выходили студенты, готовые к работе, чтобы потом готовы к работе. Также заниматься дальше их профессиональной деятельностью, дальше развитием их профессиональной компетенции. Какие-нибудь предложения? Вот очень интересные мысли изложили. Очень хорошие у вас предложения. Какие-нибудь документы или проекты? Ну вот как ваш проект. Они будут предложены руководству области, там, Министерство образования Казахстана, чтобы вот именно, о чем вы говорите, внедрить в наше образование казахстанское? Да, как мы сказали, мы проводили исследовательскую работу, куда следует, что правительство должно выделять больше бюджета образованию и именно распределить по справедливости. То есть оно было, чтобы прозрачно, чтобы именно использовалось в целях улучшения качества образования, работало на образовании. Одна из проблем, то, что учителя жалуются, что у них недостаточно оборудования для проведения каких-либо лабораторных, лабораторной работы в недостаточном количестве или вообще отсутствии для экспериментов в проведении. Очень большая рекомендуется, именно предлагается для педагогических университетов. Например, в Сингапуре, Финляндии, которые являются ведущими в образовании, в педагогические вузы поступают первые десятки учащихся. Они имеют право учиться в педагогических университетах. А в этой стране, к сожалению, по-другому. Оценка ПИЗа рекомендует нам. Оценка ПИЗа указывает на то, что наше образование нацелено на учеников одаренных, в то время как наше внимание должно быть нацелено на среднего ученика. Говоря о том, что нужно ставить определенные, допустим, индикаторы, здесь нельзя упускать из виду, что это все занимает время. Нельзя многих вещей добиться за короткое время. Нужно на это особое внимание уделить. Это рекомендации для образования. Это то, что самое главное, самое то, что можно сделать на сегодняшний день. Наша программа работает для того, чтобы создать в тех районах, где мы работаем, создать именно ресурсные школы. Например, в Коксусском районе, школа Жалаиры, там рядом находятся 24 школ. И вот именно на базе школы Жалаиры мы хотим подготовить учителей, которые будут обучать, в свою очередь, близлежащие школы, привлекающие к Коксусскому району. Мы хотим сказать, что наша программа соответствует требованию вашего правительства. В данный момент запускаются пилотные школы именно в Караганде, в восточных областях и в Казларде. Мы хотим сказать, что наша программа уже работает над тем, что ваше правительство запускает сейчас. Близится к концу программы, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение о Казахстане, об Алматинской области. Это наш традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям нашей страны. Я думаю, что очень красивая природа, очень красивые горы, красивые реки. Мне здесь очень все нравится. Я всегда рекомендую всем посетить Алматинскую область. Что касается людей, хочется подчеркнуть, очень дружелюбный народ все хорошо воспринимают, в какую бы школу я ни пришла, начиная от директоров. Все доброжелательные, и все хотят работать в направлении, чтобы сделать образование лучше, результаты обучения лучше. Большое им спасибо. Мы вас тоже благодарим за вот эту беседу, такую содержательную. Очень много интересного мы узнали вместе с телезрителями от вас. И мы вот от имени творческой группы хочу пожелать, чтобы ваша программа развития образования реализовалась успешно. Спасибо вам. Это была программа «Диалог». До свидания. Встретимся ровно через неделю в это время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова